Добрый вечер! Сегодня среда, 7 часов вечера, на счет к самотелевидении «Диалог о православии». Мы начинаем новый телевизионный сезон и вместе с настоятелем Николы Брельковского монастыря будем говорить о вечных ценностях, о спасении наших душ. Отец имений, добрый вечер! Рад вас вновь видеть в нашей студии спустя долгих три месяца. Добрый вечер, да, и рад общаться со всеми нашими телезрителями и с вами, конечно же. Поэтому всем советую звонить, задавать вопросы. Я думаю, за эти три месяца накопили много вопросов. Будем с радостью на них отвечать. Да, мы в прямом эфире. Если у вас есть какие-то вопросы, можете позвонить по телефону прямого эфира, который указан на экранах ваших телевизоров. Пожалуйста, звоните. Ну, а я предлагаю продолжить концепцию нашей передачи, начинать со слов Божьих, да, с чтения Святого Евангелия. Вот как святецы говорят, да, то есть когда мы молимся, мы разговариваем, говорим Богу, а когда мы хотим услышать Бога, мы открываем Евангелие, да. Вот, и как раз этот отрывок будет читаться на воскресном богослужении в ближайшее воскресенье во время Божественной Литургии. Вот предлагаю, с него сегодня и начнем. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 1 по 13, пожалуйста. Послушаем Евангелие. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое. И я прославился в них, и уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же я к тебе иду, и сие говорю, в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Во всем Святом Евангелии мы видим часто, как Господь Иисус Христос имеет молитвенное общение с Богом Отцом постоянно. Он сходит на гору помолиться, и уходит в пустынные места, и обращается к Богу, когда там Лазарь воскрешал, и с креста Господь. Много-много таких моментов. Но вот эта молитва, она, наверное, особое имеет значение, потому что она, наверное, самая продолжительная в Евангелии, и для нее отведена целая глава. Ну, мы видим действительно много таких моментов, где Господь молится Отцу Небесному, и, как сказано в Евангелии, Он практически каждую ночь уходил молиться наедине. Но мы также видим, что и Бог Отец отвечает Ему. То есть мы прямо, даже в Евангелии прописаны слова, которые Бог Отец говорит, ну, например, при крещении. Сей сын мой возлюбленный, Его послушайте. Или на фаворит те же самые слова. Или когда... Прославлю, еще прославлю. Да, да, и прославил, и прославлю. То есть вот эти все моменты, мы видим, что молитва Господа Иисуса Христа, она не без ответа. То есть Господь знает и понимает, что Бог Отец от Него никогда не отвернется. Хотя мы помним, что на кресте Он воскликнул, «Отче, по что меня оставил?» Но и это было промыслительно о спасении рода человеческого. Поэтому мы понимаем, что эти молитвы, которые, ну, в том числе и сейчас, которые мы прочитали, что они сказаны, и, конечно же, Господа к Отцу Своему Небесному, но и для нас они сказаны. И даже в Евангелии от Иоанны так и сказано, что я не для себя глаголю, а для того, чтобы люди уверовали в Тебя. Это говорю. Да, ведь в каком-то моментах видим, когда Господь на вержении камня уходил на Русане, а здесь же ученики с Ним были рядом. Здесь все прям и не только ученики. То есть Его окружали и многие другие, так сказать, сподвижники учеников, ученики учеников, и просто люди, пришедшие для исцеления, слушать это все. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что Господь через вот такое... Ну, Он ведь мог молиться и тайно про Себя, но Он это явно говорит в голос, то есть, чтобы все слышали. Таким образом, Он очень много задач таких решает. Первое – это, конечно же, научиться нам молиться. Мы можем просто пример брать с Него. И молитва Отче наша, именно таким образом мы и знаем, что это сам Господь ее прочел для апостолов, и с тех пор мы все ею молимся. Но также в этих молитвах мы видим Богообщение, и через это мы понимаем, ну, так сказать, ту жизнь, таинственную жизнь Бога в Троице Единого, которую до этого никто никогда и не знал. Потому что вот видим, как общается Сын с Отцом, и в других местах про Духа Святого также мы узнаем из Евангелия. И таким образом нам открываются такие тайны бытия божественной сущности, которых раньше никто и не знал. И, ну, даже ветхозаветные иудеи, которые, казалось бы, истинно веровали в Ветхом Завете, но они не знали про Троицу, они не понимали, так сказать, имя Божие им тоже было неизвестно. Здесь мы видим, что сам Господь Иисус Христос называет Его Отцом. И, мало того, Он называет. Он говорит, и вы, дети Божьи, то есть вы, сестры и братья мои, те, кто слушают воли моего Отца и исполняют ее, те мне и брат, и сестра, и матерь есть. Это тоже в Евангелии мы читаем. И через это открываются очень глубокие и таинственные моменты естества божественной природы. То есть мы до этого их не знали, и в Ветхом Завете этого нет совершенно. Ветхий Завет, он чуть-чуть по-другому устроен. Он просто называет законы, которые надо исполнять. И наказание, если ты не исполнишь эти законы. Вплоть до победения камнями. Заблуд, например, вводи. Да, заблудные действия. Просто выводили, побивали камнями до смерти обоих. То есть мы видим, что Новый Завет, он по-другому совершенно открывает жизнь с Богом, жизнь в Боге, жизнь Бога открывает вот эти все качества, которых в Ветхом Завете мы не находим. И поэтому вот эта молитва, она очень многогранна, очень емкая. И через нее, в том числе, мы открываем ту природу божественную, которая очень важна, и которая, например, в символе веры отражается. И сейчас мы это все в символе веры видим. Ведь до этого не было ничего такого. То есть мы не видим в Ветхом Завете ни символа веры, ни раскрытия тайн божественной природы, мы не видим ни моментов богообщения внутри Троицы. Мы этого не видим. Здесь это все Господь открывает. Еще, наверное, очень важно, и сам чтение отрывка Евангелия, начиная с слов, после сих слов. То есть мы знаем, что до этого было, то есть была прощальная беседа, то есть Господь уже все отходит. Но мы видим, что здесь Господь, уже ему остались буквально часы до его распятия, и он, так как, будучи Богом, он это не может не знать, он на это и пришел, и моление о чаше его в Гефсиманском саду как раз говорит, что «Отче, пронеси чашу всю мимо меня, но никак я хочу, как ты хочешь, да будет воля твоя». Вот здесь это все известно. Как святые отцы говорили, о чем Господь говорит, что «Пронеси мимо чашу меня». Ведь, как многие думают, что это чтобы только смерть избежать, но за этим же Господь и пришел. А святые отцы говорят, что почему Господь, потому что Он знал, что Его предадут люди, именно мимо чашу, чтобы именно от ненависти людской. Ну, настолько много страданий Господь понес, что мы даже не можем сейчас это в себя вместить. То есть страдания от того, ну, телесные страдания от того, что над Нем издевались, били, распяли, и Он, в общем-то, распятый на кресте, умер. От страдания от издевательств словесных, то есть там при кресте стояли первосвященники и книжники, и, в общем-то, словесные, Его по-прежнему издевались над Нем. Страдания от той бесчувственности стражи, которая отнеслась к Нему, ну, как к прочим, собственно, ну, а что, приказ есть, мы это его исполняем. Страдания от того, что все ученики разбежались, и остался только Иоанн Богослов, Матерь Божия, и несколько женщин, да, Мироносец. То есть от этого предательства людей. И это все, вот одно за другим, оно, понимаете, в комплексе. А если еще, ну, как у некоторых святых отцов написано, что мы даже воспринять не можем, он же взял в этот момент на кресте, взял на себя грехи мира. Что он в этот момент почувствовал, нам неведомо просто. Мы знаем только, если с кем-то поговорим, кому тяжело, ну, вот какой-то в беде человек находится, с ним поговоришь, и у тебя нарушает, это же тяжело становится, ты ему сочувствуешь, ты ему сопереживаешь, ты как-то хочешь им помочь. Да, и часть вот этой тягости ты в себя принимаешь, ты начинаешь об этом думать, переживать, то есть, ну, и вот уже тяжело от простого разговора. А здесь ведь не разговор, здесь все человечество, от Адама до Антихриста, все согрешения Господь на себя берет. Каково это? Я, ну, ни один из святых отцов не мог это сказать, и никто не скажет, потому что это только Божье такое произволение, и Божьи силы могло это все перенести. И так далее. То есть, поэтому мы, вот, круг его страданий, мы только так вот можем обрисовать схематично, да, а понять и тем более ощутить это невозможно. Здесь уже Господь, да, предваряя события, Он как раз говорит ученикам, что с ним произойдет, да. Ученики, наверное, здесь и унывать начали, да, в общем-то, и поэтому Господь так вот... ободряет. Господь говорит, да, Вы сейчас, Вы будете, так сказать, вот в унынии, расстроитесь от того, что я Вам сказал, что я ухожу от Вас. Но лучше Вам, чтобы я ушел к Отцу, потому что если я не уйду, то к Вам Дух Святой не придет. А я уйду, и тогда я пошлю к Вам Духа Святого. И действительно, здесь Он еще открывает еще одну из тайн Божественной природы и промысла о спасении человечества. Ведь до распятия Христа, до Его воскресения в жизни человечества Дух Святой присутствовал, ну, в единицах. То есть, там вот пророческие, так сказать, имена можно сосчитать на руках буквально. Сколько человек были носителями Духа Святого. А после воскресения Христова и после праздника Пятидесятницы, да, Святой Троице, когда Дух Святой сошел и на апостолов, а через них Он сошел на всех верующих крестящихся, тысячи и миллионы людей восприяли Духа Святого и стали носителями этой величайшей благодати. Конечно же, для нас это привычно и как бы само собой разумеется, но до воскресения Христова этого не было ни у кого. И люди даже не понимали, что такое Дух Святой. Поэтому мы здесь все это наблюдаем, так сказать, в словесной форме. Господь нам проговаривает это и апостолам говорит, что вот за этим я в том числе и поднимаюсь на небо, поэтому не расстраивайтесь от того, что я вас сейчас покидаю, от того, что меня сейчас убьют, я воскресну и третий день и еще и Духа Святого вам пошлю. То есть мы как в человеке, каждый человек немощен, и апостолы также были немощны, и поэтому конечно же они в слезах и в таком в унынии, в отчаянии находились в закрытых комнатах. И Господь даже их потом ругал, когда говорил, ну почему вы не поверили Марии Магдалине, которая вам сказала, что я воскрес, апостолу Петру, Луке и Клеопе, которым являлся Господь одному за другим, и которые приходили к апостолам и говорили, но им никто не верил. То есть как раз завтра память апостола Фомы как раз апостол Фома но не поверили между прочим все, не один апостол Фома. Все, да, да, апостол Фома он последним так сказать уверился, наверное был самый такой сомневающийся, да, но вот даже воскликнул пока не потрогаю ран на теле Господа, не поверю. Вот собственно и его Господь также укрепил вере, явившись всем вместе, в том числе и апостолу Фоме. И вот это тоже здесь раскрыто в этих словах. И конечно же без отчей любви и такого промысла о спасении апостолов и учеников апостолов божьего, отчего такого покрытия их от нападок бесовских и людей неверующих, иудеев и прочих так сказать борющихся с ними, конечно же они не могли сохраниться. И здесь в этой молитве мы видим, что Господь Иисус Христос как раз об этом просит Отца, что доселе я их сохранял, теперь ты сохрани их Отче, тех, которых мне дал. Не о всех молюсь, а только о тех, которых ты мне дал. А вот недоумение здесь может возникать, ведь Господь всех говорил, как раз он и раньше говорил, что всех привлекает к себе, а здесь говорит Господь, что не о всех молюсь, а только о тех, которых ты мне дал. Почему так? Мы это же видим и в разговоре с Самарянкой, которая пришла и сказала, дочь у меня беснуется, исцели ее. Что Господь сказал? Я пришел только к овцам, погибшим овцам дома Израилева. То есть он Самарянке сначала не хотел помогать, но видя ее веру в него, в поверье твоей будет тебе. Когда она сказала найти собаки, подбирать крохи под столом детей, то есть мы видим, что Господь Иисус Христос говорит о том народе израильском, который, собственно, был дан ему для проповеди Богом Отцом. То есть тех верующих людях. И, собственно, о них Господь говорит не о всех молюсь, а о тех, кого ты мне дал молюсь. Потому что проповедь о спасении мира, о Христе, о Троице, уже от апостолов, то есть от народа израильского пошла по всем другим народам языческим. То есть Господь среди язычников-то не проповедовал, Он проповедовал только богоизбранном народе. Часть этого народа пошла за Ним, часть народа отпала и стала богоборцем. Вот здесь как раз он молится о тех, кого дал Бог Отец ему в вере, в послушании, причем послушании до смерти. Если братья апостолов, то они все погибли за веру, которую они проповедовали, за Христа погибли. То есть мы с удивлением тех, кто не знает, констатируем, что все апостолы были убиты. И убиты за что? За то, что просто проповедовали Христа. Если бы они перестали проповедовать, они бы остались живы. А так как они проповедовали его до смерти, то их всех убили. Это, кстати, говорит тем, кто распространяет слухи такие, что якобы это римский цезарь христианство придумал, чтобы управлять народами. Если бы он его придумал, христианство, он бы не убивал бы апостолов, наоборот, бы еще распространял больше, помогал бы им. Нет, а он их убил всех. На это направлена было 300 лет вся римская власть. Ну и вообще у Господа начало такое незаметное, незначительное, даже в притчах приводится горчичное зерно, которое сажается, меньше всех, а потом вырастает такое дерево, что под ним даже под ветками укрываются. Ну вот здесь как раз и есть те самые 12 апостолов, такие маленькие горчичные зернышки, которые потом разрослись и создали огромную церковь христианскую, православную церковь по всей Римской империи. И именно 12 человек, не учившихся ни в каком институте, не имеющих никакой власти, не имеющих никаких средств сбережения, денег, финансирования от каких-то богатых людей, то есть просто рыбаки. Которые починивали сеть свои. Да, которых Господь как собрал-то? Он шел в Капернауме по берегу озера Галилейского и говорил так, иди за мной, иди за мной, иди за мной. Все, они бросали сети свои, эти рыбаки, шли за Господом. И эти неучи, из них только апостол Павел был ученым, мужем, который действительно не шел за Господом. Образование закончил, да, у него Гамалиил был знаменитый учитель израильский Гамалиил, его был учителем. И он-то был вообще сначала гонитель христиан. Да, он не в числе 12 учеников. он был только потом был обращен самим Господом и стал одним из первоапостолов, да, Петр и Павел. Вот, соответственно, удивительно, но эти семена, которые, ну, казалось бы, ничто в исторической конве событий Римской империи, где там огромное количество народов просто как в большом котле варилось в этой Римской империи. Вот эти 12 человек, ну, что это такое? Да ничего. А они ее изменили. Через 300 лет вся Римская империя стала христианской, православной. Это как? Это как раз то самое огромное дерево, под ветвями которого скрывается огромное количество народов в тени этого дерева. То есть, они вошли в христианскую религию и верование, и, конечно же, оно дало им успокоение. Ну и нужно еще отметить обязательно, что Господь привлекает всех, но и что тогда не верили, что сейчас, то есть, это не вина Господа, а это уже вина тех людей, которые не хотят обратиться к Господу. Ну, собственно, да, на том же примере с Самарянкой мы видим, что Господь от нее отвращался по той причине, что она относилась к язычникам, то есть, к неистинно верующим народам, населявшим Палестину, государство израильское, соответственно, но когда он увидел в ней истинную веру, в выражении ее слов, тогда он ей помог. Ну, здесь, может быть, тоже несколько моментов. Первый момент, может быть, что Господь почему спрашивал веру, чтобы она осознала эту, может быть, в себе веру, а вторую, как, например, женщина кровоточивая, да, почему тоже. То есть, для показа, для учеников, вот какая бывает вера у людей. Ну, это одно из тех дел, которые Господь собственно, делал здесь по воле Отца, это он учил вере. Он и эту женщину, и другую женщину, Марию Магдалину, и апостолов, он всех учил вере. На различных примерах, на примерах исцеления, то есть, кровоточивые, или на примере, там, Бесноватого, или там... А слуга сотника тоже, когда он... Сотник вообще был, да, он не... Даже не ходи, скажи только. А он же не израильтянин был, то есть, его Господь, собственно, должен был обойти стороной и не помогать ему, потому что он не был истинно верующим, израильтянин, да, он был римский, сотник, собственно, ну вот, но тем не менее, и ему Господь помог, потому что он уверовал. Если бы он был не верующим, Господь бы ему не помог. Как, собственно, и происходило в Назарете, где мы читаем Евангелие, что и в городе он не мог ничего совершить, никакого чуда, по неверию их, и удивлялся этому. Да, нет пророка в своем Отечестве, да? Да, нет пророка. Они же там жили с детства, Господь там с детства жил в Назарете, после возвращения из Египта, и там никто в него особо-то и не верил, и он там не мог никому помочь, ни исцелить, ни, тем более, воскресить за неверие их. Почему вот эта молитва Господня, о которой мы сегодня говорим, тоже перед расставанием с учениками, такая она, как говорят святые цены, они держат мир вообще, да, то, что Господь за нас просит, почему она вообще называется первосвященнической? Ну, в понимании христианского, так сказать, вот изложения о Христе, да, о смысле вочеловечения Сына Божьего, мы видим, что он был царь царей, что он был первосвященник по роду Мелхиседекову, что он был и жертва за грехи человечества. И вот здесь как раз об этом речь идет, что первосвященник, ну кто такой первосвященник? Это тот, кто первым стоит во всем клире священничества. То есть это в Ветхом Завете был первосвященник? Вот та же самая структура церкви, как сейчас есть патриарх, епископы, архиепископы, епископы, священники, диаконы, да, то же самое было и в Ветхозаветной церкви. То есть был патриарх, как мы сейчас называем, первосвященник и подчиненный ему священники. Он руководил церковью, он был обязательно на тот момент, это надо было еще быть рода Ааронова, то есть мы помним, что Моисей учредил священство, он своего брата Аарона назначил первосвященником. И потом из поколения в поколение все, кто рождались от Аарона, его дети, внуки и правнуки становились священниками. И были левиты, то есть те, которые помогали, ну вот как сейчас есть алтарники, там чтецы, тоже слуги при храме Божьем, были тогда левиты, то есть от леви на колено. И это первосвященническое действие Господь взял на себя, потому что, ну кто может зайти на небо, какой из священников или первосвященник даже человеков может зайти на небо с жертвой Богу Отцу? И какую жертву он может принести, первосвященник, человеческий, обычный, или просто священник, какую жертву он может принести Богу Отцу, чего бы не было в руках Отца всегда, и до еще до рождения этих священников? Тут жертву может принести только тот, кто сошел с неба, и он и может вознестись туда. А какую они жертву первосвященники приносили? Они приносили тельцов, голубиц, там различных животных. Ну когда и Богородица шла, вот они принесли там голубей. Да, да, они, ну те, кто бедные, те вот там двух горлич, то есть двух голубей приносили жертву о своих грехах. Те побогаче, кто там, то. Там козленка, ягненка, кто еще богаче, там барашка, там овцу, или, а кто еще богаче, тот теленка там приносил в жертву. Из-за грехи тоже так же, да? Из-за грехи, и по молитвам, и благодарность. То есть они вот эти, ну вот мы сейчас свечки ставим, а тогда они вот убивали животных в качестве жертвы. Для нас это сейчас как-то вот звучит дико и странно, да. Но это вот такой был на тот момент ветхозаветный закон, который, собственно, Моисей прописал и в книгах, пяти книжек Моисея, и там прочих книгах, там ветхозаветных, там все прописано, что, когда, зачем, каким образом приносится в жертву Господа. И, ну вот, от этого мы отошли, когда уже, ну мы понимаем, что и животные, ну это сам Господь их сотворил, что толк их тогда приносить обратно Господу, если он их и так в руках своих содержит. Здесь мы видим, что жертву отцу сам сын принес самого себя в жертву. — Един раз, получается. — Единожды, да. Единожды он пострадал за все грехи человека, и он сам, взойдя на небо после своего распятия, он эту жертву принес пред престолом Божиим отцу. То есть зашел в святая святых на небесах, и отец принял эту жертву уже за все человечество, и за всех верующих, конечно, у него. — Мы сейчас с вами продолжим, поговорим, что такое почин милоседек, только милоседек, есть звонок, послушаем, пожалуйста. — Да, да, слушаем. — Да, мы слушаем, говорите, пожалуйста. — Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущая. — Добрый вечер. — Я очень дождался вашей передачи, наконец-то вы в эфире. Вот, у меня такой вопрос. Вот я проснулся, еще не встал в постели с адра своего, и про себя, чтобы молюсь, ну, чтобы мысли разные в голову не лезли. Читаю молитвы, ну, какие знаю, читаю, из молитвы слова читаю, какие знаю. И еще я молюсь своими словами. Ну, прошу Господа Бога, вот, о здравии своей тяжко болящей супруги Ларисы, ну, и вас прошу о ее здравии помолиться. Вот, и в связи с этим у меня вот такой вопрос. Можно ли так молиться? Не грех ли это, что вот я еще в постели только проснусь и начинаю вот просить Господа о здравии, молитвы читаю, то есть и своими словами прошу. Ну, грех ли это или нет? Слышит ли Бог мои молитвы? Спасибо за ответ, спасибо, до свидания. Спасибо. Значит, ну, можно так, конечно, делать, и, я думаю, нужно, что первая мысль должна о Боге быть, проснувшись человек, и последняя мысль, человек, когда засыпает, тоже должна быть о Боге. Тогда он, как бы, ну, вот, все, что от него зависит, он делает для того, чтобы устранить от себя различные бесовские наветы, различные нападки, ну, и своего естества, и какие-то привычки дурные. Но я бы еще добавил, что вот вы проснулись, начали молиться, встали бы на коленочки, три поклонничка положили бы земных. Это вообще было бы замечательно, да, есть такая практика. Но все-таки потом, когда там умылись, надо взять молитвослов в руки и почитать уже не своими словами, а как святые отцы нам заповедовали, соблюдать традицию церковную и читать молитвы утренние утром, молитвы вечерние, на сон грядущем их вечером читать. Потому что молитвы, они, мало того, что это Бога общения, они еще и прививают нам правильный ход мыслей, который был у святых отцов, которые эти молитвы написали. То есть мы учимся через чтение этих молитв, как мы учимся в сегодняшней Евангелии читаем, мы учимся тоже молиться и правильно понимать бытие божественной природы. Также и здесь в молитвах святых очень много заложено различных мыслей, правильных чувств, правильных обращений, правильного устроения души, которые мы должны себе прививать чтением этих молитв. Так как мы не святые, наши молитвы, которые мы сами придумываем, они достаточно слабые и иногда часто неправильные, потому что мы не всегда правильно понимаем, чего надо просить. Но помоги Господи вашей супруге Ларисе, чтобы все было хорошо у вас, и обязательно молитесь по молитвослову в том числе. – Благодарю вас. Звонок. Если у вас есть звонки, пожалуйста, звоните. Мы с вами продолжаем разбирать отрывок евангельский. В Священном Писании мы также читаем слова «Господь, первый священник, почину Милхиседека». Вот почину Милхиседека. Кто такой Милхиседек? – Был такой ветхозаветный царь Салима, Милхиседек, но о нем очень мало сказано. То есть просто известно, что он жил на горе Фавор, причем в пещере жил, и управлял городом Салим, в переводе это «мир», и встретил Авраама, который пришел к нему в гости хлебом и вином, угостив его, то есть проявил к нему такое уважение. – И, напишем, Авраам-то принял, да? – Да, Авраам, конечно, все это воспринял. И это, конечно же, все показывает нам, что Милхиседек был непростой человек, совершенно непростой, то есть уважение к нему было у всех такое, что его, будучи он затворником, жил на горе Фавор в пещере, тем не менее оттуда управлял городом, и туда пришел Авраам, зная о том, что он там живет, и пришел к нему посоветоваться и просить молиться, и, так сказать, это же говорит о чем? О том, что было великое уважение к нему. Кроме того, неизвестно его родословное, кто его мама, папа, где он жил до этого, как он родился, как он стал священником. – А само имя как-то имеет перевод Милхиседек? – Да, Милхи – это одна часть, это, по-моему, священник, а Седек, по-моему, правды. То есть царь правды, да. Соответственно, и еще Салим – это мир в переводе, то есть он царь правды и царь мира. – Есть связь с Салимом и Иерусалимом? – Салим и Иерусалим. Ну, какие-то, да, однокоренные слова, да, может быть, он и, повторюсь, неизвестно. Столько много версий сказано о Милхиседеке, что это один из сыновей Ноя, что это или там какой-то родственник Ноя, переживший чудесным образом потоп. Чуть ли не Архангел говорил, его спас, собственно, чтобы он не утонул в потопе, вознес его, а потом опять вернул на землю. Очень много всяких моментов. – Загадочный такой Милхиседек. – Да, о нем сказано. Но они все такие апокрифичные, все эти истории, то есть они не каноничные. Мы не знаем точно историю его жизни. Мы знаем только то, что он обладал вот таким званием, да, священник Бога Вышнего. И даже не знаем, от рода Аронова он был или не от рода, но если он от рода Аронова был бы, то тогда бы, ну, скорее всего, о нем бы знали бы все, и это бы написали. – Но зато мы знаем, что Господь по чину Милхиседека, до нас это дошло. А что значит по чину Милхиседека? – Чин Милхиседека, повторюсь, что есть чин Аронов, священники от Аарона, ведущие свою, так сказать, цепочку рождений, то есть передавалось священничество из поколения в поколение по роду. То есть просто от отца к сыну священнический сан передавался. А Милхиседек, так как у него не было никого, ну, по крайней мере, никто не знает его, то его, но признается его священство, то это священник, выпадающий из чина Аронова, то есть у него свой чин, чин Милхиседеков безродовый. – Как вот и Господь, в общем. – Совершенно да, мы же не знаем, вот как Господь родился, то есть это тайно, да, таинственным образом Духом Святым родился, то есть у него отца человеческого обличия нет, у Христа, да, только Отец Небесный. И на небе у него нет матери, как он родился от отца, тоже, то есть фактически тоже безрода, кроме отца, Бога Отца и Пресвятой Богородицы. Остальные, так сказать, у него отсутствуют. Также у Милхиседека это все отсутствует. – Милхиседек – царь правды, да, и Господь нашлась. – Господь – царь правды, царь царей Господь, и Милхиседек также царь царей. То есть он удивительным образом прообразовал такое, прообразование было задолго до рождения Христова. И поэтому Христу и присвоили почину Милхиседеку. – Наверное, есть здесь все-таки тоже не случайность в этом, когда Милхиседек Авраам вынес хлеб и вино. А здесь у нас же в Таинственной Причастии тоже хлеб и вино. – Ну, это, естественно, явное тоже прообразование, что мы причащаемся телом и кровью, которая происходит из хлеба и вина. И здесь Милхиседек также хлеб и вино вынес Аврааму, от рода которого родился Христос. То есть это, ну, как видите, такого количества якобы случайностей не может быть. То есть это явно промысел Божий во всем этом виден. – Все чтения Евангелия всегда к каким-то моментам приурочены, к церковным праздникам. Почему именно вот этот отрывок будет читаться вот в это воскресенье ближайшее? – Ну, здесь мы видим как бы устроение Святой Троицы, внутреннее такое вот общение Сына с Отцом. И Господь через эту молитву показывает апостолам такие тайны, которые только Господь знает. И это очень важно для понимания Святой Троицы, которая, конечно же, в многих, так сказать, моментах подвергалась различным нападкам еретиков. То есть истинное понимание Святой Троицы оно испытывало множество различных еретических предположений, в том числе вот первый Вселенский собор в Никее прошедший в 325 году. Его собрал Константин Великий, царь Римской империи, Константинополь, находившийся собор в Никее проходил. Так вот, он как раз и был собран по вопросу о том, как же истинно веровать в Бога. То есть вот был такой Арий, который хотел стать патриархом Римской империи, Константинопольским. И он проповедовал, что Христос, Иисус Христос, это не Сын Божий, это всего лишь человек особый, избранный и все прочее, с особыми такими талантами, данными от Бога. Но он всего лишь человек, а не Бог. И эта арианская ересь, она была осуждена на этом Первом Вселенском соборе. И как раз вот в сегодняшнем Евангелии это четко показано, что Бог-отец и Бог-сын, они имеют родственные отношения, то есть они единосущны. Знаете, как рожденное от рожденного естеством не может отличаться. Вот здесь именно это мы видим в этой самой молитве, Господь это явным образом открывает, и на это опирались святые отцы Первого Вселенского собора, в том числе и на этот момент Евангелия. А память как раз вот этих святых отцов Первого Вселенского собора будет в воскресенье сейчас. В воскресенье, да, будет праздноваться память. Поэтому так вот приурочено. Да, приурочено. На нем, кстати, участниками были святитель Николай, святитель Спиридон Тремифунский, ну, общеизвестные святые, ну и менее известный Афанасий Великий тоже там был. Поэтому Николай Годник даже дал пощечину арию, возмущенный такой ересью, когда он Спасителя принижал и говорил, что он не Бог. Вот такие были тогда перипетии, были такие вот борения за истину веры православной. Соответственно, вот в связи с этой памятью и читается эта Евангелия. Да, можно отметить, да, как раз вот ваш очень монастырь, естественно, связан с нашими, да, с отцами святыми. Первого Вселенского собора святитель Николай, чудотворец, покровитель, да, и мощи. И теперь у вас еще есть и святителя Спиридона Тримефонского, тоже у вас теперь мощи. Частичка мощей, да, теперь у нас есть. Но у нас есть и Лазарь Четырядневный, и Константина Елена, да, те, которые управляли Римской империей, Киприан и Устина, и Киево-Печерские святые, очень много мощей. Поэтому всем желаю приехать, приложиться и помолиться этим святым, чтобы они участвовали в вашей жизни. То есть вы, приехав к ним, помолившись и приложившись, получите от них заступление. Молитва большая, объемно у нас время так поджимает уже немножечко, хочется так все объять. Есть один ключевой момент, который нам нужно, наверное, обязательно об этом сказать. Господь говорит, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Мы когда задаемся вопросом, что же за жизнь вечная? Здесь дается для нас ответ, ключ, что познание Господа Иисуса Христа. Вера, да. То есть всякий верующий жив будет, да, и не узнает смерти вовеки. А всякий неверующий уже осужден. То есть он уже, так сказать, умер, если он не верит в Господа Иисуса Христа и в Бога Отца, пославшего его. Конечно же, здесь очень много внутренних смыслов в этой молитве, которые исчерпать невозможно, и не только в этой передаче, еще в десятках передач. То есть это, в общем-то, есть целая книга такая, догматическое богословие, которое разбирает вот эти вопросы Святой Троицы, в отношении Бога с Сыном, Бога Отца с Сыном, Бога Отца со Святым Духом, Господа Иисуса Христа с Духом Святым. То есть вот эта треодология, так называемая наука, вот она как раз вот эти все вопросы разбирает. И здесь мы не сможем все эти исчерпать. Ну и когда, если я не ошибаюсь, Святой Троицы говорят, что здесь на земле мы только учимся этому познанию, а это уже за гранью, да, будет уже в вечности, будем всегда познавать Господа. Цель жизни человека – познание Бога, потому что даже те, кто познает там творение Божие, они удивляются премудрости того, кто сотворил эти творения. И поражаются красоте этих творений, и впечатляются, и созерцают там красоту, не знаю, заката или там восхода, или какую-нибудь красоту цветов, или там… А осень какие краски? Осенние, ну да, актуально сейчас осенние, да, краски. Или там красоту птичьего пения, там, ну, красок и красот столько в этом мире, Господь заложил. Как все устроено. Да, а если брать там какую-то биоинженерию, то мы не можем повторить, например, полет шмеля, или мы не можем повторить какие-то моменты, связанные с жизнью, там, ну, какой-то рыбы где-нибудь, маленькой рыбки там в воде, то есть что такое жабра там, как она дышит, или там синтез белков. Мы огромное количество окружающей нас природы не можем объяснить даже вооруженные теми научными всякими знаниями и инструментами, которые сейчас у нас есть в огромном количестве. Мы тем не менее не можем это объяснить и понять. А через это мы соприкасаемся с той величайшей мудростью Божией, которая это все запроектировала и сотворила. А если мы видим, что такова красота творений Божьих, то каков же тогда творец красоты? То есть мы от красоты к красоте, даже переходя, мы можем понимать, что познание Бога, как и вселенской красоты, которая вбирает все красоты Вселенной, это тоже, ну, так сказать, дело не ангельское. То есть ангелы взирают на лице Божие и поют ему свят-свят-свят. Вот, собственно, и мы к этому призваны, то есть взирать на лице Господа Иисуса Христа, и в вечности познавать его бесконечную красоту, бесконечную премудрость и от силы в силу восходить в этом всем. Вот мы сейчас с вами говорим, у телезрителей, возможно, такой резонный вопрос возит, а как же познавать, что делать-то? В вечности или сейчас? Сейчас, сейчас. С молока начнем. Значит, сейчас познавать как? Конечно же, сначала умом. Мы должны привить веру, что, ну, начнем с самого начала, что Бог есть, да, что вот эти якобы случайности, которые с нами случаются и которые необъяснимы, да, ничем, ни физикой, ни химией, ни биологией. Да, вот человек только дышал, все, и не дышит. Да, да, чем отличается живой от неживого. Все, вот только что все это функционировало и работало, прошла секунда, оно перестало функционировать и работать. Как, вот, что такое жизнь, да, и вот через эти вопросы, что такое красота, что такое, ну, если о красоте говорить, то там многие ученые разбирают, там, золотое сечение, там, или какая-то там логарифмическая кривая, или там какие-то ряды фибоначчи, которые заложены в красоту, ну, допустим, ракушки какой-нибудь, или там панцирь черепахи, или там какой-то подсолнух, где все эти математические законы заложены в устроение цветочка простейшего, там, или бабочки. А взять человека, как все устроено, все мышечные волокна, все нервы, все настолько вот... А вот тело человека, оно тоже по принципам золотого сечения, не создано. Мало того, что оно создано, у нас кто-то, да, в кавычках, заложил в нас видение этой красоты, и если мы видим диссонанс, да, что вот нету золотого сечения в том или ином предмете, в том или ином растении, в том или ином человеке, нету золотого сечения, оно нарушено, этот закон. Мы понимаем, что человек некрасивый, там, дерево некрасивое, цветочек некрасивый. Вот, а как это вот состыковалось, почему внутри нас заложено золотое сечение в восприятии, восприятие наше? Ну, может быть, красиво-некрасиво, а то, что может нам соответствовать стандартам или не соответствовать стандартам? И этот стандарт, он внутри нас заложен кем-то. И этот же стандарт заложен в форме того, на кого мы смотрим. И, ну, например, есть ведь те же цветы, которые удивительны красоты, у них нет зрения. Для кого они изгаляются и эту красоту создают? Для кого? Для себя? Им это не нужно, у них нет, цветов нету. Для бабочки и пчелки им тоже это не нужно. Они не реагируют на красоту, они реагируют на цвет, они реагируют на запах, на вкус реагируют, но не на красоту. Вот это тоже нас приводит к красоте божественной природы, и через эти вопросы мы как бы по ступенькам восходим к вере в Бога. Это первая ступень, что Бог есть. Дальше уже следуем, что если Бог есть, то надо Богу доверять. То есть доверие к Богу должно возникнуть у нас. Следующий этап, то есть вера, доверие, уверенность в Боге, доверие Ему. И третье – это верность самому Богу. То есть это уже высшие качества такой веры в Бога, когда я соблюдаю верность уже Богу. Я настолько уверен, что Он есть, я настолько Ему доверяю, что я буду верен Ему до смерти, как апостол. Людям нужно, думаю, так понять, что человек, что, как во многих думают, что Господь, а это что-то такое эфемерное, что-то такое, где-то там в небесе. Ну, какая-то энергия какая-то. То есть надо понять, что Господь – это Личность. В любом случае, за любой энергией, ну, если человек думает, что это просто какая-то энергия, ну, вот за энергией в розетке некогда стояла Личность, Чубайс называлась Личность эта, сейчас кто-то другой отвечает за эту энергию, за электрическую энергию, за атомную энергию, там, Кириенко отвечает, там, или еще кто-то. То есть за всякой энергией стоит Личность, которая управляет этой энергией. Также за энергией, которую управляет всей Вселенной, стоит также Личность, Господь. И беседа, та же молитва, эта же беседа, она не с энергией, мы беседуем не с энергией, мы с Личностью беседуем. И эта Личность есть Бог, Святой Троица. То есть три лица, Святой Троица. Да, а познание, как в этой же молитве говорится, что только через Господа и Иисуса Христа. Да, да, мы не можем по-другому познать Бога, потому что никто на небо никогда не восходил. Только сошедший с неба Христос, Сын Божий. И такой, как мы, стал. Он специально восчеловечился, он исполнил дело Отца, которое тот ему поручил, вочеловечиться, то есть принять на себя человеческое естество и проповедовать Бога Отца и Святую Троицу. И в том числе, еще одно из дел, это уверовать, чтобы все в него уверовали, и третье, чтобы воспринять грехи человеческие в человеческом естестве. То есть их взять на себя и принести в жертву себя, чтобы эти грехи смыть. Вот эти дела Господь сотворил для нашего спасения. И через него мы можем только спастись. Мы по-другому познать Бога не сможем. Он сошел к нам, чтобы мы через него познали Бога. Если бы он к нам не сошел, как мы туда поднимемся? У нас нет таких... А здесь Господь вычеловечесся, Он стал такой же, как и мы. Да, Он протянул к нам руку. Таким образом, вочеловечесся в наше естество, Он стал нам понятен, насколько это мы можем понять. Он протянул руку для общения с Ним, для нашего Бога общения. Если бы Он этого не сделал, у нас не было бы шансов никаких. Осталось у нас всего две минуточки. И, конечно же, спасение, оно только в Церкви. Те двенадцать апостолов – это и есть начальная Церковь, которую Господь сотворил. Так как Он взошел на небо, Он оставил проповедовать среди язычников и неверующих своих апостолов, учеников апостолов, учеников учеников апостолов. И так до наших дней ученики учеников дошли, в том числе я вот такой же ученик учеников учеников. И это и есть Церковь. Церковь – это не только здание, это не только храмы или какая-то организация, юридическое лицо. Нет, Церковь – это всякие верующие люди во Христа. Это и есть Церковь. То есть мы носители Церкви внутри себя, Духа Святого носители. Поэтому без этого спастись нельзя. Да, и Господь молится нас. Эту молитву как раз скоро сегодня разбираем. Как раз о каждом из нас Господь нас зовет. Уже тогда, две тысячи лет назад Господь эту молитву, так сказать, возгласил Богу Отцу. А она сейчас действует на каждом из всех, кто верует в Господа Иисуса Христа. Потому что Господь, Он вне времени. И единожды прочитав эту молитву тогда, две тысячи лет назад, она и сейчас действует, потому что Он вне времени. Да, благодарим Вас, Отец Евмений, что мы сегодня с Вами провели передачу. Приезжайте к нам еще. Спасибо, Господи. Да, и слава Богу, конечно, что Господь нас здесь собрал. Да, истинно. Аминь. На сегодня все. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok